Солнечногорская команда КВН называется ССР. Расшифровывается как схема Солнечногорского района. В ней около 15 человек, все школьники. Вы видите авторский состав команды. Именно эти ребята и придумывают те шутки, которые потом команда покажет на областной игре. Я считаю, что КВН на самом деле игра не просто шутки, а люди высмеивают вещи достаточно серьезные, проблемы какие-то, которые действительно есть. Все это высмеивается, конечно, с иронией, но, тем не менее, КВН затрагивает такие проблемы достаточно серьезные. Руководитель команды Евгений Кузнецов – опытный КВНщик. Играет он 10 лет. Началось все со школьной команды, потом сборной университета, затем сборная Московской области. Несмотря на свой опыт, Евгений не лишает ребят творческой инициативы, помогает им лишь в организационных вопросах. Вообще они все сами придумывают, по крайней мере, на данном этапе они придумывают. Процесс написания материала происходит следующим образом. Руководитель команды дает каждому свою тему. Ребята придумывают что-то, меняются темами и после нескольких кругов смотрят, что получилось. Они долго искали друг друга. Они встретились во льдах. Его теплые руки достали ее из ледяной воды, а холод сблизил их. Это была любовь с первого взгляда. Смотрите на первом канале «Диалогия рыбалки». Важной составляющей в подготовке к игре является звук. У команды есть свой звукорежиссер. Звук в КВН для команды – это пол жизни команды. От звука зависит все. Это и финальные песни, это какие-то подложки, это какие-то отбивки. Звук играет немаловажную роль. Ребята надеются, что достойно представится в Ночногорский район на областной игре. А заветная их мечта – поиграть когда-нибудь в высшие лиги. Продолжение следует...